Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, никого, и были Бога у нас! Светитель, очи наш, никого, и были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 февраля. Память преподобного Дмитрия Прилудского, Вологодского чудотворца. Преподобный богоносный отец наш Дмитрий происходил из города Переиславля от благочестивых родителей. С молодых лет он отдан был в книжные научения и навык в чтении божественных книг. Многих сверстников он превосходил разумом и выделялся среди них своим смиренно-мудрием, которое всегда скрывал сердце своем. Блаженный любил часто размышлять о будущем веке, о суде Божьем, о воздаянии каждому по делам его, о Царстве Небесном, о радости праведных и райском блаженстве. Изучив священное писание Ветхого и Нового Завета, святой познал, что жизнь всем в свете скоро приходящая. И потому он вскоре оставил этот суетный мир, и с умиленной душой пришедший в страх Божий, в том же Переиславле принял иночество в Нагорном Борисоглебском монастыре. Здесь усердно подвязаясь в добродетельной жизни, он упражнялся в духовном трезвении и молитве, отличаясь чистотой, крайним смирением и духовной любовью ко всем. Таким образом, этот трудолюбивый и неустанный, богоугодный подвижник, получаясь в законе Господнем день и ночь, обрел плод спасения целомудрием и чистым сердцем, взыскуя Бога и проводя равноангельское житие. Иноки и простой народ любили святого за его великую добродетель. По прошествии некоторого времени Бог сподобил преподобного Дмитрия принять сам священство. Во время преподобной Сергий Радонежский чудотворец устроял близ Радонежа монастырь во имя Святой Троицы и по изволении Божьей учредил там иноческое общежитие. Преподобный Дмитрий часто посвящал преподобного Сергия для духовных бесед о том, как бы лучше управить иноческим общежитием и людей, избранных, привести к Богу. После того преподобный Дмитрий построил церковь во имя Святого Николая Чудотворца и при ней создал монастырь на берегу Переяславского озера и был при той обители игуменом. Преподобному стало стекаться ради духовной пользы много монахов и мирян, желавших жить в его обители, и блаженный принимал их, поучая со смирением и постригая мирян в святой иноческий чин. Так он собрал у себя большое Божие стадо словесных овец Христовых. Вскоре затем преподобный устроил в своем монастыре общежитие, утвердил его строгими правилами. Братья во всем повиновались святому с любовью, послушанием, как ангелу Божию и истинному наставнику, в особенности же как ходатай Царства Небесного. Потом, бегая славой человеческой, блаженный Дмитрий удалился отсюда на Вологду. Там, недалеко от города, преподобный полюбил уединенное место при Луке, образуемой коленом реки Вологды, создал здесь храм во имя Всемилостивого Спаса и основал общежительный монастырь. Когда разнеслась молва во дворе непреподобного на Прилуках, многие из учеников перешли из Переяславля к любимому наставнику в Прилуке. Приходило к преподобному много ищущих иноческой жизни и из разных других стран. Так составилась общежительная Прилуцкая обитель. И собрал здесь преподобный Дмитрий многочисленную братью. Преподобный своими подвигами и добродетелями служил высоким примером и образцом для собравшейся в его обитель братьи. В то же время, непрестанно, поучая и наставляя ее, он отличался нищелюбием и благотворительностью, сам всегда довольствия с только просторой с теплой водой. Он обходил монастырские угодья и заботился, чтобы для трапезы братья во время доставлялось все нужное. Одежда у него зимой и летом была одна – арчинный закорузлый тулуп, под которым летом бывал он мокрым от жары, а зимой страдал от морозов. Но для братья он ходил вместе с ними на работы. Для того, чтобы другие не видали его слезную молитву, он часто удалялся для молитвы в уединенное место, с левой стороны храма, где для этого была сделана деревянная пристройка. Своими высокими подвигами саттного отвержения и самоотречения преподобный достиг высокого духовного совершенства и сподобился дар опрозрения. И собрал здесь преподобный Дмитрий многочисленную братью, добре упавшее Христово стадо, веренных его руководству о ветв словесных. Преподобный представился ко Господу 11 февраля 1392 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.